Отлично, поехали. Итак, кто со мной знаком, меня зовут Ирина Дельсоль, кто не знаком. Я очень часто провожу в этом канале прямые эфиры по продвижению психологов и коучей, потому что занимаюсь этим уже более 10 лет. У меня сейчас на данный момент выпущено всего 2 книги, но на самом деле на редакции находятся еще 3 книги для психологов о том, как продвигаться и как выстраивать очередь из клиентов. И именно вот этот прямой эфир, который сейчас проходит, это продажа психологических услуг через социальные сети, он как раз по вашим запросам, потому что когда я начинала проводить прямые эфиры, рассказывала про самопродюсирование, то поступил такой запрос. Ирина, о чем писать в социальных сетях? Насколько, вижу, Людмила, она у нас в клубе как раз. Людмила, вы же у нас в клубе, да? Здравствуйте, да, я в клубе. Даже тем, кто у нас в клубе, уже будет интересно, да. Тащий звук отключен. Да-да-да, звук я просто отключала. У меня потому что... Хорошо. Итак, коллеги, сегодня основная тема, про которую буду рассказывать, о чем и как писать в социальных сетях, чтобы клиенты хотели с вами работать, и что делать, если вы боитесь снимать видео, потому что это тоже один из самых частых вопросов. Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого есть страх снимать видео. У нас сейчас в клубе как раз... У нас клуб называется «Про движение» и «Про психологию», потому что я занимаюсь этим 10 лет, и я сама практикующий психолог, закончила МГУ, психологический факультет, и уже более 15 лет работаю коучем, психологом, и обучаю и самих психологов, и работаю с клиентами. Я немножечко торможу, потому что с поезда вот только-только приехала из Москвы в Калининград. До этого, до Калининграда я жила в Барселоне 3 года, до этого я жила в Лондоне 2 года, путешествую уже по разным городам и странам 10 лет. До этого я работала финансовым директором в крупных компаниях, и после того, как закончила МГУ, я перешла в эту область, и вот езжу, путешествую везде, и точно знаю, как сделать деньги, и как сделать своих клиентов счастливыми. Поэтому этим делюсь в очень большом количестве. Итак, коллеги, у нас интерактив, то есть я буду очень рада. Я знаю, что уже очень многие послушали сегодня вебинары моих коллег, но, тем не менее, я решила все равно выступить, потому что тема очень горячая, плюс все, что я записываю, я выкладываю на YouTube обычно и еще в свои каналы, для того, чтобы все потом могли посмотреть и понять, как же, о чем писать. С чем я встречаюсь очень часто в социальных сетях? С тем, что коллеги, к сожалению, пишут про все. Ну, то есть вообще получается, что открываешь любую социальную сеть, психолога, и практически 90% коллег пишут обо всем. Ну, то есть нет какой-то определенной ниши. Но я сейчас про нишу говорить не буду, потому что про это я уже говорила. Целый отдельный вебинар посвящен, как выбрать нишу, зачем ее выбирать. Те, кто смотрел, или можете сейчас написать какие-то вопросы свои по нишам, сразу скажу, что ниша, что не ниша, что является нишей, и можете, если не смотрели, то пересмотреть. Итак, что написано у вас в социальных сетях? Давайте еще раз будем вести интерактив какой-то, то есть я буду очень счастлива, если вы будете со мной взаимодействовать. Итак, расскажите, пожалуйста, какие социальные сети вы сейчас ведете? На настоящий момент, если не ведете, тоже напишите, что ничего не веду. Мне интересно, по каким причинам вы не ведете социальные сети? Потому что социальные сети, это, знаете, такое... Представьте, что у вас есть рупор, на который вы можете вот просто на весь свет про себя рассказать. И у вас есть такой рупор, и вы выходите, и вот у вас есть рупор, значит, вас люди увидят со всех концов земли. То есть это не значит, в каком городе бы вы не жили, или в каком городе бы вы не работали, вас могут увидеть и посмотреть люди, неважно в какой стране, неважно в каком городе, они вас могут увидеть, если вы как-то себя представляете в социальных сетях. Скажите, пожалуйста, у меня чат почему-то не работает, я не понимаю. Кто-то есть вообще, кто меня смотрит, в чат никто не пишет. Я могу, конечно, сама с собой разговаривать, но мне будет гораздо приятнее, если я помогу вам на сегодняшней встрече определиться с тем, что же писать в социальных сетях. Итак, какую социальную сеть... Вопрос был, какую социальную сеть вы ведете, сколько у вас там подписчиков ведете, или если не ведете, то если не ведете, то почему? Расскажите, почему не ведете, что мешает вести социальные сети. Итак, вы представили рупор, у вас есть рупор, вы можете абсолютно всему миру про себя рассказать. Это не значит, что нужно продавать. У нас завтра... Сейчас скажу, во сколько у нас завтра будет, еще прямой эфир. Там я буду как раз рассказывать про то, как продавать, не продавая. Ну, то есть люди сами придут и сами все купят у вас. Вот, у меня написано с 14 до 15, но, возможно, это калининградское время, то есть, скорее всего, с 15 до 16 завтра буду рассказывать, как продавать, не продавая, чтобы люди выстраивались. Вот, Анна пишет Инстаграм, 100 человек, редко веду дисциплины и системности не хватает. Правильно, я поняла уже. Людмила ВКонтакте, 460 подписчиков, пила, ну, забросила, сейчас будут возобновлять. Отлично. Теперь смотрите еще раз, представьте, что люди, для которых вы пишете, то есть ваши подписчики, вот неважно, 460, у вас человек 100, человек 200, 300, 500, 1000, 2000, 100 тысяч, неважно, сколько у вас людей, представьте, что это женщина, а вы мужчина, который ухаживает за этой женщиной. И если вы перестаете ухаживать, то есть, если вы перестаете писать посты, перестаете снимать видео, перестаете появляться в социальных сетях, что происходит с женщиной? Женщина от вас отворачивается. Женщины про вас забывают. Потому что у женщины очень много других мужчин, которые пишут, которые что-то рассказывают интересное. То есть, еще раз, контакт между аудиторией и вами, он похож на мужско-женские отношения. То есть, если вы перестаете уделять внимание вашей аудитории, она от вас уходит. Женская вот эта вот часть, она любит внимание, она любит заботу, она любит вопросы. То есть, женская аудитория, сейчас, вот давайте, женская часть аудитории, это неважно, могут быть и мужчины. То есть, у меня очень часто приходят, кстати, как клиенты, мужчины. Не женщины, а мужчины приходят в личку, мужчины приходят на терапию, потому что они мне больше доверяют. Видимо, какой-то образ матери, добрый такой, позитивный, поддерживающий матери. Поэтому мужчины тоже очень часто приходят. Но, еще раз, вот если вы ведете себя, как достаточно, потрясающая метафора, даже мурашки, спасибо, Людмила, очень приятно. Если еще раз вы ведете себя, как мужчина, который ухаживает за женщиной, то вы вашей аудитории уделяете внимание. Все, тогда аудитория будет с вами. То есть, если вы сможете управлять ожиданиями и вниманием вашей аудитории, она никуда от вас не уйдет. И таким образом, вы с помощью вашего личного бренда, с помощью вашей харизмы, с помощью вашего обаяния, такого, какой у вас есть, такой, какая у вас есть харизма и обаяния, вы завоюете свою часть публики. Вот смотрите, передо мной выступали два лектора. До этого еще какая-то часть людей выступала. Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что мы все рассказываем про продвижение психологов. И, как я говорю во всех социальных сетях, говорю это больше 10 лет уже, что конкуренции у психологов не существует. Ну и вообще, по большому счету, конкуренции не существует, потому что к каждому психологу приходит свой клиент. То есть, ко мне в клуб приходят те люди, которые хотят быть чем-то похожими на меня. К вам придут те люди, которые чем-то хотят быть похожими на вас. И чем-то вы им откликаетесь. Мы, как психологи, даже понимаем, что с точки зрения бессознательного мы откликаемся нашим клиентам, потому что мы им чем-то напоминаем родителей. Это чаще всего. То есть, такой перенос, если брать глубинный, если уже вот прям копнуть. И что бы вы ни вышли, ни рассказывали в социальных сетях, с помощью видео, с помощью текстов, все равно к вам придут ваши люди. Поэтому бояться смысла нет. Что, ага, вот уже там 100 человек передо мной рассказали про продвижение, и что я буду выходить и рассказывать. Ну, смысл какой? Еще раз, ко мне придут мои люди, к моим коллегам придут их люди. Ну, поэтому вы можете точно так же на рынок выходить, спокойно, абсолютно. Взяли вот этот рупор большой и заявили о себе на весь белый свет. И к вам придут люди из Кипра, из Мальты, из Англии, из Германии, из Украины, из России, из разных городов, и из США. Ну, то есть, неважно, у нас в клубе сейчас люди, я не знаю, у нас интернационал сплошной, откуда только нет людей. Ну, и вообще, у меня всегда раньше было 30% людей из Украины, Европы и США. Ну, то есть, это страны, которых достаточно большое количество русскоговорящих, которые вас читают и вас смотрят. Коллеги, еще раз, вас смотрят. Не меня смотрят, а вас смотрят. Они на вас подписаны. Вот 460 человек, 100 человек, неважно, это те люди, которые на вас подписаны. Расскажите, пожалуйста, про вашу нишу. Есть ли у вас какая-то ниша? И если есть эта ниша, то можете написать. Если ниши нет, еще раз, вы представьте, что вы журнал-психологист, в который люди просто заходят, читают, что-то для себя отмечают, но, к сожалению, ничего не покупают, потому что они просто не понимают, с какой темой к вам обратиться. Вот о чем писать в социальных сетях? Самый такой вопрос сейчас. Что? О чем писать в социальных сетях? О чем писать в социальных сетях? Не превращайтесь, пожалуйста, в журнал-психологист, потому что если вы будете таким журналом, вы будете стараться, вы будете каждую статью, она у вас будет рождаться, и вы будете наполнены вдохновением, и вам будет казаться, вау, слушайте, какую суперскую статью я написал. И вы туда силу, энергию затратили, написали, поделились, эту статью пришли, пять человек посмотрели, какие-то лайки поставили, какие-то лайки вообще не ставили, и ушли. Все. Они не поняли вообще, чем вы можете быть полезны. Если вы описали портрет целевой аудитории, еще раз, если у вас есть четкая ниша, то вы четко знаете, какие боли, какие запросы есть у вашей целевой аудитории. И вы пишете только про эти боли и только про эти запросы. И, конечно, как я говорю, что 80% контента у вас будут экспертными, и всего 20% вы будете рассказывать про личное. Но, как я говорю, опять же, что каждый ваш пост, он все равно будет про личное. Каждый ваш пост, он все равно будет отражать именно вас, ваши внутренние ценности, ваши ценности, на которые вы опираетесь, понимаете? Потому что люди приходят на ценности как раз, люди приходят на большую идею. Зачем? Почему? Я занимаюсь психологами. У меня есть большая идея, которую я туда закладывала, потому что, когда я закончила МГУ, психологический факультет, то я подошла к Лидерсу, к нашему профессору Александр Лидерс, и сказала, что хочу заняться продвижением психологов, хочу помочь психологам. Он удивился и сказал, слушай, но всего 10% идут работать психологами, остальные 90% идут работать не по специальности. То есть они не работают психологами. Я удивилась, ну как, 90% людей, которые учились, заплатили большие деньги за обучение в МГУ. Это очень дорого, обучиться на психологическом факультете. Они заплатили, 4 года обучались, и вдруг они идут и работают кем-то еще, не используя те знания, не используя те возможности, которым они научились. Почему так происходит? И сейчас то, что я вижу на рынке, к сожалению, то же самое. То есть какие-то курсы, обучающие, везде учат, везде учат методом терапии, но никто не учит продавать, и никто не учит привлекать клиентов. Почему 100 человек, Анна? Почему только 460 человек, Людмила? То есть есть смысл привлечением заниматься отдельно. Привлечение – это целая область. Вот завтра тоже про это буду рассказывать, потому что привлечение людей – это целая область, это целая наука, как привлечь новых людей для того, чтобы они пришли и остались. И опять же продажи. Если вы хотите заниматься реализацией своих психологических услуг для того, чтобы клиенты к вам приходили, для того, чтобы они сами хотели у вас купить, задача – научиться писать красиво так, чтобы люди хотели купить сами. Задача – научиться говорить о том, что беспокоит другого человека. Меня спросили, а как продавать через тексты? Через тексты продавать очень легко, когда вы знаете то, что болит у вашего клиента, что его беспокоит. В мужско-женских отношениях все то же самое. Когда вы говорите о мужчине, он будет слушать вас часами. Когда мужчина говорит о женщине, женщина будет слушать его часами. Ну, то есть, когда вы говорите о собеседнике, задаете ему вопросы, когда вы говорите про них, про их воли, про их запросы, они будут вас слушать и слушать и слушать, никто от вас никуда не уйдет. Понимаете, коллеги? Поставьте, пожалуйста, плюсики, что вы живы, что вы со мной, и что вы знаете, о чём я говорю. Я не вижу, я не знаю, у меня участники вроде и есть, а вроде и нет. Хорошо, отлично, спасибо, даже прям, вижу, прям огни почти, спасибо, Людмила. Хорошо, как понять вот эти запросы, как понять вот эти боли, про что же вообще писать? Вроде как слова понятные, да, ну вот боли, вот запросы. Я всегда прошу описать портрет целевой аудитории. В клубе у меня обычно пишут, ну, на страничку. На страничку описали портрет целевой аудитории, с которой хотят работать, вроде как всё понятно. Но у меня есть курс, который тоже в клубе находится, называется «Гуру продающих вебинаров», и там есть анкета, вот по этой анкете, когда я писала образ целевой аудитории, у меня целевая аудитория получилась на 27 страниц. Можете себе представить, 27 страниц я исписала рассказ про психолога, с которым я работаю. 27 страниц. Но я смогла написать про него, конечно, уже обладая каким-то опытом. Изначально у меня тоже была одна страничка. После того, как провела 100 консультаций, 200 бесплатных консультаций, 300, сейчас у меня 550 бесплатных консультаций, уже, по-моему, к 600 бесплатных консультаций доходят. Вот на основании этого опыта я могу сказать, что я знаю, что беспокоит психологов. Я знаю, о чём они думают, когда они просыпаются ночью. Я понимаю, что они беспокоятся о том, как они выглядят на видео. Они не знают, о чём говорить на видео. Ну, они не понимают, о чём говорить на этих коротких рилс. Я сама сейчас учусь, что говорить на этих коротких рилс или шотс. Сейчас появились минута, одна минута, можно выложить на YouTube. Ну, то есть, вот о чём говорить? Вот это самый вопрос глобальный, который волновал меня, потому что я сама прошла тоже через этот период. В институтах очень часто молодые коллеги, молодые психологи спрашивают, Ирина, ну вот хорошо, я расскажу один раз про то, как мужчине встретить своего партнёра. Психолог говорит, а что дальше-то? Я же не знаю, о чём говорить дальше. Ну, то есть, это значит, что психолог, к сожалению, глубоко тему не понимает. То есть, если вы за два часа всё рассказали по своей теме и больше не знаете, о чём говорить, это значит, к сожалению, что всё, не глубоко копнули. Когда вы копаете очень глубоко, вы можете говорить на эту тему часами, днями, месяцами. Я могу говорить про продвижение психологов. Вот выстави мне сцену, бутылочку воды, я могу говорить целый день без перерыва. Если ещё поспать, немножечко отдохнуть, я могу второй, третий, пятый, десятый день говорить без перерыва. И всё это ещё и структурировать. Я помню, я очень удивлялась, когда у нас возрастная психология вела Ольга Александровна, и она всегда всё по пунктам, всё держала в голове. Я думаю, как вообще, как можно? Это возрастная психология. Уже столько лет, она говорит, я уже столько лет её веду, что мне не нужно заглядывать в учебник. Я просто по пунктам знаю, вот первое, второе, третье, пункт А, Б, Ц, Д. И вот она всё это так вела нам структурированно, и я думаю, как она вообще без учебников, без шпаргалки, без лекций. Просто берёт и ведёт и рассказывает всё. Я уверена, что она даже и не готовится к этим лекциям, потому что она уже больше 25 лет преподаёт и преподаёт и преподаёт. Это возрастная психология. Ну, то есть вот когда вы точно так же, без шпаргалки, без презентации, я сегодня точно могу сказать, что накидала себе несколько пунктов, вот буквально там себе короткую презентацию сделал, чтобы намётки какие-то сделал, чтобы вам рассказать, потому что я могу говорить про это очень долго. Мне нужны ваши вопросы. Что вас смущает? Вот вы пришли сюда. Что вас смущает? Что вам сейчас нужно? Потому что ещё раз, вот про боли, про запросы пишите, клиенты к вам приходят, клиенты к вам записываются. Если вы пишете оффер, какое-то приглашение на бесплатные консультации, и ваш оффер выстреливает, то есть если вы пишете очень понятно, очень визуально, и вы попадаете в боль клиента и попадаете в запрос клиента, то клиент к вам приходит на бесплатную консультацию. Первый мой оффер, как психологу зарабатывать 100 тысяч рублей и путешествовать по всему миру, собрал более 100 заявок на бесплатные консультации. Из них, конечно, пришли 50, но тем не менее, это был прям вот сразу глобальный успех. Но к этому офферу я пришла только через 49 бесплатных консультаций, которые провела и тестировала разные офферы разными словами. И я не знала, на что будут приходить люди. То есть я не понимала, а что им откликнется. Вот 49 бесплатных консультаций родился вот этот оффер. Он до сих пор со мной. Я до сих пор могу написать сейчас в социальных сетях, как психологу зарабатывать 100 тысяч рублей путешествовать по всему миру, и ко мне придут психологи. Почему? Потому что там есть обещание 100 тысяч рублей. Ну, то есть это понятная цифра, ее можно представить. Вот они, деньги, пожалуйста, 100 тысяч рублей. И я могу практически любого психолога вывести на этот уровень. И самое главное выстроить грамотную бизнес-модель, которая подходит именно этому психологу. Потому что не все могут проводить бесплатные консультации. Кто-то, наоборот, проводит вебинары. Кто-то проводит мастер-классы живые, продает за счет этого. Ну, то есть есть разные варианты. И для каждого психолога строится своя стратегия. Плюс у кого-то очень хорошо заходит видео. Ну, вот прям легко записывается видео. И все. Он пришел. У меня была девушка, училась. Ну, не девушка, женщина, психолог. Уже достаточно, с большим опытом. Уже больше 15 лет. Она пришла, и она вот сразу... У нас был живой интенсив. Я проводила для психологического центра авторские... Как сейчас? Центр Мир Семьи в Москве находится. И я для них проводила, для их психологов обучала, как продвигаться в социальных сетях. И она вот сразу взяла руки, телефон, и сразу начала записывать видео. И они у нее очень легко пошли. И она сказала, Ира, а можно я не буду писать тексты? Ну, то есть тексты писать вовсе не обязательно, если у вас хорошо заходит видео. Но если вы вот вообще никак себя не принимаете на видео и вообще не хотите показываться на видео, ну, никак, вот, ну, все, что бы вам ни делали, какие бы тренинги вы ни проходили, и что, и как, не надо. Это делать не обязательно. Хотя, конечно, тоже имеет смысл разобраться по-хорошему, а почему вы себя не принимаете на видео, а что мешает. Ну, то есть это такая тема для проработки на будущее. Но изначально, еще раз, у вас есть... Еще два варианта. У вас есть аудиальный канал, когда вы можете записывать аудиоподкасты. И так делают очень многие, не только психологи, но вообще другие эксперты, которые записывают аудио. И есть те, кто пишут тексты. Им хорошо писать тексты. Есть все, которым нравится и аудио, и видео, и тексты. Я вот натренировала себя снимать на видео, потому что я не хотела, мне это не очень нравилось. Я натренировалась и снимаю видео. Но еще раз, можно аудиоканал задействовать, пожалуйста, Телеграм сейчас позволяет. А можно еще и тексты писать. Скажите, какой канал вы предпочитаете? Что вам больше нравится, видео, аудио или тексты? И что смущает, если вы вдруг боитесь снимать себя на видео? Что смущает? Кстати, вот я часто привожу тоже такой пример, как я вообще начала снимать эти видео, и как я научилась говорить на этих видео, что снимать, что рассказывать. Я просто начала снимать. Сто дней подряд, сто историй, которые я начала рассказывать про психологию, про продвижение, про себя. Ну, то есть вот я рассказывала все подряд. У меня была задача сто дней, сто видео заснять первый раз. Сейчас у меня второй марафон идет. Ну, то есть я второй раз снимаю вот эти видео. То есть сто дней, сто видео. Ну, то есть это, с одной стороны, сложно. Каждый день снимать видео. Вот я сейчас приехала, устала, с поезда, а мне еще видео надо снимать. А с другой стороны, знаете, это, во-первых, самодисциплина. Это вот как раз про то, что писала Анна редко веду, дисциплина и системность. В бизнесе, если вы хотите натренировать себя, прям зарабатывать деньги, то там самодисциплина – это один из обязательных элементов. То есть самодисциплина – какое-то действие, которое вы регулярно делаете, которое регулярно приносит вам деньги. Вот что это за действие будет? Ну, тоже такой вопрос. Вот как вы думаете, что за действие, которое вы будете делать каждый день, будет регулярно приносить вам деньги? Пока пишу статьи на сайты. На видео вижу себя маленьким, веселым ребенком. Никак не специалистом, Людмила. Вы знаете, к вам это будет привлекать как раз вашу аудиторию. То, что вы говорите, вижу себя маленьким ребенком. Потому что меня очень многие видят несерьезным специалистом, совершенно несерьезным. У нас в клубе, если вы видели видео Вероники, она очень хорошо сказала на этом видео, она говорит, Ирина, я вас увидела первый раз год назад. Я посмотрела, ну что это за несерьезный психолог, который постоянно смеется. И, ну, это вообще какой-то не психолог даже. И она все время хихикает и всегда смеется. И через год она вернулась и поняла, что хочется именно вот этой легкости, хочется вот этого смеха, хочется вот этой энергии. И она сейчас пришла, и она у нас в клубе, пожалуйста. Ну, то есть это человек, который год назад полностью сказал, что не-не-не, вот такой психолог веселый нам не нужен. Нам нужно что-то вот серьезное, есть какой-то образ серьезный. Там человек, я не знаю, там мужчина, может быть, знаете, там в костюме в каком-то, там может быть в галстуке или там с баритоном каким-то. Ну, то есть у каждого есть какая-то своя проекция психолога. А у молодых, у них вообще никаких особых проекций нет, может быть. И у них есть вот образ психолога, который им просто нравится, который им откликается, вот это поколение Z. И поэтому они спокойно приходят к психологу, который танцует на видео, который говорит, что ты какие-то веселые, может быть, даже не вполне серьезные вещи, которые ругаются матом. Я видела таких психологов тоже. Ну, к ним приходит тоже своя какая-то аудитория, понимаете? Еще раз, конкуренции не существует, поэтому так, я с уставшими бизнесменами хочу работать. Людмила, имеет смысл... Смотрите, здесь важно, чтобы не только ваше желание совпадало, вообще было, ну, как совпадало с намерениями Вселенной, но чтобы еще и бизнесмены тоже хотели с вами работать. И вот эти уставшие бизнесмены, у них какой-то образ тоже психолога есть. Желательно с ними поговорить, насколько... Вот прям показать им видео, показать им тексты. Ну, то есть это все тестированием выясняется, они к вам придут или нет. И плюс найти оффер для уставших бизнесменов, так, чтобы они на него среагировали, так, чтобы они захотели к вам прийти. Что такое оффер? Вы можете, коллеги, задавать любые вопросы, потому что я, может быть, какими-то непонятными словами выражаюсь. Задавайте как можно больше вопросов. Я здесь для вас. Сегодня, еще раз, я не сильно готовилась, я пришла специально для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Задавайте вопросы, потому что я умею привлекать людей через социальные сети. Ко мне приходят люди и в клуб, и в личную терапию, и на группы. Они приходят именно из социальных сетей. Я не делаю там 1500 сториз в день. Я не танцую. Я не ругаюсь матом. Я там еще каких-то тысяч вещей не делаю, но ко мне люди приходят. На что приходят? Приходят, вот у меня было 500 человек, когда я заработала свои первые 600 тысяч рублей. 600 человек, 500 человек, 600 тысяч рублей. Вот то есть на такую маленькую базу я заработала эти деньги. Как? Почему? Потому что я вступаю в контакт с аудиторией. Я пытаюсь с аудиторией разговаривать. Ну вот как сейчас, видите, я пытаюсь уже который раз, но аудитория не разговаривает. Значит, еще раз, это моя попытка неудачно. То есть я задаю какие-то не те вопросы. Может быть, мало участников. Такое тоже может быть. Потому что обычно я выступаю на большую аудиторию, там на 50, на 100 человек. Сейчас 8 человек всего. 9 сейчас. Отлично. То есть еще раз, коллеги, какие у вас есть вопросы по ведению социальных сетей, расскажу с удовольствием. Принцип один и тот же везде. Что Инстаграм, что ВКонтакте, что Телеграм. Везде один и тот же принцип. Вы выстраиваете отношения с вашими потенциальными клиентами. И точно так же, как существует в мужско-женских отношениях. Смотрите, у кого-то сразу контакт произошел. И бывают люди, которые у меня покупают сразу с первого раза. Про оффер сейчас расскажу. Хорошо, Екатерина. Сейчас расскажу про касания. Есть люди, которые у вас тоже придут, увидят, прочитают и придут и купят сразу. Есть люди, которым нужно год для того, чтобы принять какое-то решение о покупке у вас. То есть они будут вас читать, они будут вас смотреть, они будут вас слушать и через год примут решение что-то у вас купить или к вам записаться на бесплатную консультацию. Есть люди, которые через какое-то среднее количество касаний покупают или записываются. Смотрите, в среднем 21 касание. В маркетинге есть правило 21 касания. То есть в среднем человек через 21 касание принимает решение о покупке. Что такое касание? Касание – это когда вы написали какую-то статью. Человек прочитал, увидел. Касание – это когда он увидел ваши сторис. Второе касание. Касание – это когда он посмотрел на вашу книгу, купил вашу книгу. Он такой, о, да, я же ее знаю, точно, вот, она книгу написала. Касание – это когда он где-то услышал на лекциях про вас. И он такой, да, да, точно. Касание – это когда он пришел на живую конференцию, а там вы выступаете. Ну, то есть это все касания, вот эти маленькие-маленькие касания, из этих касаний как раз и состоит такая репутация, наработка доверия, уровня доверия. Вот если я снимаю видео каждый день, например, то происходит так называемый эффект Аллы Пугачевой, термин, который придумала я, использую со своими студентами. Вот эффект Аллы Пугачевой наступает, когда он смотрит видео ваши каждый день, смотрит вас один день, второй день, третий, четвертый, пятый, или читает вас, или сторис ваши смотрит, и у него создается ощущение, что он вас знает, а на самом деле он вас не знает, и вы его вообще не знаете, так же, как Алла Пугачева, она нас не знает, но мы-то ее все знаем, нам кажется, ага, вот она живет с Максимом Галкиным, ага, вот у нее дети, вот у нее Кристина, вот она туда поехала, вот она такие песни поет. И нам всем кажется, что мы ее знаем. И у нас есть доверие к Аллы Пугачевой, потому что она же вот, ну как, раскрытая книга, кажется, а-ля раскрытая книга перед нами. У человека тоже создается такой же эффект, когда он вас видит очень часто, понимаете? То есть как можно чаще вы за вашей женщиной аудиторией ухаживаете, помните, если вы берете вот как раз вот это мужско-женские отношения. Еще хотела рассказать на примере мужско-женских отношений. Смотрите, вот на первой встрече есть же пары, которые вот прямо на первой встрече поняли, что они друг для друга, пошли переспали, поженились, родили детей и жили долго и счастливо. Бывают такие истории? Бывают. Есть пары, которым нужно встречаться 2-3 месяца, год, и после этого они создают союз, и все у них там тоже прекрасно, и жили долго и счастливо. А кому-то нужно 2-3 года, 4 года для того, чтобы понять, что ага, вот это же мой человек, а я его даже под носом, он ходил, я его не видел. Ну то есть с клиентом все то же самое, это как мужско-женские отношения, и для каждого клиента существует свой срок принятия решения, когда он к вам придет и что-то купит. Но если вы совсем исчезаете с радаров, вот как вы говорите, я долго не вела в социальные сети, куда-то выпало, то все, получается, что вы выпадаете из жизни ваших клиентов, они вас не видят, к сожалению, понимаете? Поэтому социальные сети ведем практически постоянно, настроились, но, как я говорю, у нас вот в клубе, я всем даю вебинар посмотреть свою теорию пяти единичек, чтобы вам понять, как вообще выстроить всю систему продаж, желательно выбрать какую-то одну социальную сеть и на нее больше всего делать упор. И тогда вам легче будет намного, и клиенту будет проще, потому что у вас фокус внимания на одной социальной сети. Поэтому, так, про это рассказала Екатерина еще раз, можно про оффер. Что такое оффер? Оффер – это приглашение на бесплатную консультацию, оффер – это приглашение на вебинар. Это какое-то предложение, одно предложение очень яркое, очень емкое, которое как раз выражает вашу услугу и чем вы помогаете людям. Ну, то есть еще раз, вот как психологу зарабатывать 100 тысяч рублей и путешествовать по всему миру – это мой оффер, который я сама подкрепляю, потому что я везде путешествую и путешествую последние 10 лет по всему миру, в разных странах и городах живу. И от 100 тысяч рублей – это то, чему я точно могу научить любого психолога заработать по моей системе. Вы какой-то свой оффер должны придумать, то есть на основании того, какая у вас целевая аудитория, какая у вас ниша, вы какой-то свой оффер рождаете. Вот девчонки пишут мне в клуб – проверьте, пожалуйста, мой оффер, проверьте мой оффер. И я смотрю, что очень часто оффер бывает невизуальным. Ну, вот из серии «Как жить гармонично и стать счастливой». Ну, вот, к сожалению, не хватает визуальности. Что мы делаем? Я читаю целевую аудиторию каждого члена клуба и смотрю, какие боли у целевой аудитории. И тогда мне более понятно, что, оказывается, речь идет о женщине 50+. И тогда понятно, что, скорее всего, там климакс, скорее всего, дети ушли, скорее всего, есть чувство одиночества, например. Ну, с какой темой она придет к психологу? Ну, то есть, и здесь уже можно более яркий оффер составить, более яркий визуально. «Как женщине после 50 вставать по утрам с улыбкой и обнимать каждый день своего любимого мужа?» Все. Вот, ну, то есть, и уже понятно, что вот визуально, что вот женщина после 50 просыпается, улыбается, мужа обнимает. То есть у нее еще и не просто интерес к жизни возник, у нее еще и сексуальный интерес проявился. То есть она мужа обнимает, еще и с улыбкой, ну, потому что уровень серотонина, к сожалению, падает. То есть здесь, ну, вот эти тонкости, зная вот эти тонкости еще раз, в зависимости от вашей целевой аудитории и вашей ниши, можно прописать вот этот оффер. И я всегда стараюсь прописывать оффер не от болей, хотя многие говорят про боли, но я стараюсь прописать от запросов. Ну, то есть, что хочет ваша целевая аудитория? Что лучше подходит для соцсетей? Длинный текст или все-таки покороче? Людмила, смотрите, сейчас есть тенденция к короткому. Благодарю, спасибо. Спасибо, Екатерина. Есть тенденция к коротким видео, коротким роликам, коротким текстам. Вот эти твиттеры, видео за 15 секунд, за 2 секунды еще лучше, за 5 секунд еще лучше. Но здесь, опять же, зависит все от вашей целевой аудитории. Если вы ориентируетесь на поколение Z, те, которые родились только-только и которые хотят все вот это, вот TikTok, короче, быстрее и так далее, то есть, да, тогда вы будете на короткие вот эти форматы привлекать людей. Если вы очень спокойного, не знаю, там, нрава, и вы привыкли что-то вот рассказывать, вот как я уже почти сколько там, час скоро буду рассказывать, да? Или нет, сколько сейчас? Сколько сейчас времени? Не вижу. 36 минут. 36 минут я рассказываю. Ну, то есть, 36 минут я рассказываю, и я могу про это еще рассказывать еще, говорю, полтора часа. Ну, то есть, вот, когда вы в таком спокойном формате привыкли, пожалуйста, рассказывайте в спокойном формате, и есть те, кто будут смотреть, слушать вас и воспринимать, если вы им подходите, и будут смотреть и 10 минут, и 15 минут. Но если речь идет об уроках, то, конечно, уроки лучше резать. И вот мы сейчас в клубе что делаем? Мы сейчас в клубе пересматриваем все свои видео, и я буду, скорее всего, нарезать вот эти видео на более короткие, на более понятные. Хотя я сама, вот я сама, я люблю часовые видео смотреть. Для меня час, полтора часа смотреть человека, который мне очень нравится, который, у которого мне есть чему поучиться, для меня это удовольствие. Я не знаю, вот расскажите вы, вы какие сами форматы смотрите, какие сами форматы любите? Потому что это же тоже от вас еще зависит. То есть, ориентируйтесь к какой-то точке зрения на себя. То есть, вы спрашиваете, какой текст длиннее, короче. Я тексты Ольги Савельевой читаю до конца. Это вот такие простыни. Потому что мне нравится читать ее история. Я с удовольствием читаю ее история. Я Таню Мужицкую люблю, тоже, да, читаю до конца. У нее тоже большие тексты. Ну, потому что Таню я лично знаю, и много лет уже мы дружим. Поэтому я тех людей, которых люблю, читаю с удовольствием, читаю много и большие тексты. У моего любимого лектора на Ютубе лекции по три часа. Прилетает как одна минута. Вот Дарья пишет. Еще раз, это зависит от того, насколько вы влюблены в человека, насколько вы ему доверяете, насколько вы хотите у него чему-то научиться. А за короткие вот эти минутки, ну, наверное, можно чему-то научиться. Но скорее, знаете, коротко познакомиться и понять сразу, вот ваш человек или не ваш. Вот в этом, наверное, есть что-то. И это хорошо, потому что это экономит мое время. Потому что я таким образом тоже смотрю некоторых коллег, на них подписываюсь. И я посмотрю, вот в этих коротких видео сразу вылетает, сразу вылетает моментально ценности человека. Сразу вылетает отношение к другим людям, отношение к клиентам, отношение к деньгам, отношение к самим себе. И через эти короткие видео я сразу могу оценить, мой это человек или не мой человек. И все. И я либо на него подписываюсь, либо отписываюсь. И, конечно, я в социальных сетях призываю вас быть самими собой. Но вот если вы, как я сейчас, вот я достаточно уставшая, я такая спокойная, не как всегда. Я обычно хохочу, обычно я такая зажигаю что-то. Но я не могу сейчас быть такой, потому что я только-только вот с поезда пришла, разобрала чемоданы с собакой. Вот сейчас пойдем гулять. И я уставшая. Я не могу казаться какой-то другой, потому что я такая, какая есть сейчас. И я вижу, очень многие притворяются. Я не знаю, вы видите, что люди притворяются на этих видео? Может быть, я ошибаюсь, может быть, я только одна такое вижу. Вот эти короткие видео, я вижу, что человек притворяется. И буквально через несколько секунд я сразу отписываюсь от этого человека. Вот насколько вы чувствуете это? Мне тоже интересно, коллеги. Ну, это же чувствуется через видео и через тексты даже чувствуется, потому что видно, как тексты написаны. Поэтому я не нанимаю копирайтеров. Да, бывает часто, что притворяются, это неприятно очень. Очень видно, неприятно. Думаю, от поколения зависит. Спрашивала сына подростка, ответы точно короткие. Да, я тоже с сыном разговаривала. Он говорит, так, мам, все, покороче, покороче записывай. Ничем. У часовой форматы видео и аудио удобно параллельными делами заниматься. Да, я точно так же делаю. Я включаю видео, параллельно что-то хожу, убираюсь, что-то готовлю, вытираю. Ну, то есть что-то такое делаю и слушаю своего любимого лектора. Мне очень нравится слушать Дэна Кеннеди. Я люблю слушать, сейчас вот включила все курсы Андрея про Беллума. Хотя, конечно, мы не всегда по ценностям сходимся с Андреем. Но его нужно знать вживую было для того, чтобы понять, что он не такой на сцене. И в вебинарах публичных он совсем не такой, как он в обучении или вип-обучении. Он совершенно другой. Он очень мягкий, он очень душевный, он очень много давал. Ну, то есть вот я у него училась три года. И очень благодарна за это время, пока была с ним. Ну, то есть очень много подчеркнула от этого человека. Да, очень видно, неприятно. Ну, то есть, коллеги, вот будьте такими, какие вы есть. Вот не надо ничего придумывать или как-то сильно наращивать энергию. Или, наоборот, сильно спускать. Некоторые плачут на видео. Боже, я очень люблю. Вот эти блогеры, которые плачут на видео. Это вообще какой-то ужас. Это когда вижу. Ну, видно же, что она специально это делает. Какой кошмар вообще. Не надо плачать специально. Ну, вообще, я считаю, что снимать себя на видео, когда плачешь. Ну, зачем это? Хотя, конечно, эмоции, они очень сильно вызывают доверие, вызывают вот это сопереживание. У нас, знаете, как вот эта открытая славянская душа, которая хочет помочь. Ну, то есть вот эти люди, которые приходят с удовольствием, смотрят, у кого что случилось. Кто-то в больницу поехал, у кого-то ребенок заболел, там, из блогеров. Ну, и все сопереживают. Это естественно. Все сопереживают, все следят, смотрят, что события хорошо закончились. Ну, это трогает сердца людей. Но спекулировать этим тоже, я считаю, что не совсем прилично. Ну, опять же, это мое личное убеждение какое-то. Вы можете этим пользоваться, пожалуйста. Потому что я знаю, что многие блогеры это делают. И у них собирается достаточно большая аудитория. Я даже одно время следила за блогером. У нее больше 300 тысяч подписчиков. И я была удивлена, потому что у меня каждый день что-то случалось. То кран сломался, то там что-то потекло, то что-то замерзло, то какая-то одежда порвалась там. То у нее, то у собачки, то у сына что-то случилось. И все время что-то случается. А потом я поняла, что, оказывается, блогеры это используют просто как инфоповод. Я обратила внимание на свою жизнь. У меня тоже что-то случается все время, но я не транслирую это на видео. То есть ко мне приходит моя аудитория, понимаете? И к вам придет ваша аудитория. То есть к вам придет только ваша аудитория, которая реагирует только на вас. Заход через ежедневные брылки. Брылки и ярлыки или что-то. Брыльки. Брыльки. В общем, я не поняла, что это за слово такое. Брыльки. Мне нравятся. Ну, в общем, это инфоповод называется. Вот инфоповод. Я потому что слушала. Я в Инфосау, а я стою. Заплатили полтора миллиона. До сих пор не знаю, за что. Это уже другая история. Ну, и мы пришли к нему учиться. И там Мария Афонина как раз рассказывала вот про то, из чего рождается инфоповод. Инфоповод рождается буквально вот из того, что бабочка полетела по улице. Вы увидели. И вот на это рождается инфоповод. Можно уже писать. Для меня инфоповодом, знаете, что служит? Инфоповод – это мотивация написать или мотивация что-то рассказать. Для меня часто инфоповодом служат книги. Ну, то есть я читаю что-то в книге интересное. И мне сразу хочется поделиться чем-то. И я сразу иду и такая думаю, о, точно, можно же вот рассказать, что я только что в книге прочитала. Или то, что я видео у кого-то что-то посмотрела, вот у своих учителей, опять же. И я такая думаю, о, из этого можно классный аудиоподкаст сделать. И дальше я уже свое что-то интегрирую, свое что-то уже транслирую. Но для меня это очень хороший повод чем-то поделиться. Вот что для вас является вот таким стимулом поделиться? Потому что в социальных сетях, еще раз, важна ваша мотивация поделиться. И именно на это ко мне приходят люди. Потому что я делюсь, с помощью меня люди растут, а психология денег, она очень интересная. Люди с удовольствием платят деньги тому, кто помогает им расти. Я много лет изучала психологию денег. У нас есть прям интенсивы по деньгам, они тоже в клубе есть. И мне было очень интересно, за что же люди платят деньги, за что люди платят деньги. Люди платят деньги за развлечения. Ну, понятно, там, тем, кто танцует, там, Павел Воля, там, я не знаю, посмеялись что-то, там, анекдоты какие-то. Ну, то есть за это люди тоже платят с удовольствием, ходят, там, концерт какой-то, театр, там, понятно. И сериалы, вот, там, еще. А еще люди платят за рост. Зарост – это как раз вот то, что мы можем помочь людям расти. Расти с помощью психологической подготовки населения для того, чтобы они подкупали у вас услуги. Потому что, к сожалению, еще раз, население русскоговорящее, психологически неграмотное и не знает, с какой темой приходить к психологу. Поэтому я учу психологов вот эти офферы делать, вот эти тексты писать, вот эти видео снимать. У нас модули прям большие по текстам, по видео. Как снимать, что, как вставать, как садиться, про что рассказывать, как контент-план составлять, какие пункты. По текстам у нас огромные интенсивы, потому что я сама писатель, я всю жизнь пишу, начиная с 7 лет я пишу. И, конечно, мне есть чем поделиться по текстам. Я приглашала копирайтера, тоже в клубе все лекции есть. Ну, то есть, вот задача ваша, еще раз, найти, как вы хотите делиться, с помощью какого инструмента. Вот что вам больше откликается, видео, тексты или аудио? Напишите сами для себя, потому что, чтобы вы ушли отсюда с каким-то четким пониманием. Ага, аудитория, это как женщина, за которой нужно ухаживать. Ага, у меня вот есть какой-то один канал продвижения, который я буду продвигать, например, там, Телеграм. Ага, хорошо, мне больше всего нравится снимать видео, я буду снимать видео. Или я буду только аудиоподкасты запускать и буду аудиоподкастами наговаривать и рассказывать. И что является для вас инфоповодом? Просто как осознание. Вот сейчас поймите, откуда вы берете идею, вдохновение, чем-то поделиться, что-то рассказать. И таким образом люди, еще раз, они подсаживаются на вас, потому что вы начинаете управлять ожиданиями и вниманием вашей аудитории. Если вы думаете каждый раз про ваших клиентов, а что их волнует, о чем они переживают, вот как они не могут заработать. Я все время переживаю за психологов, когда ко мне особенно приходят талантливые психологи, и они говорят, Ира, я хочу выйти на стабильные 100 тысяч. Я думаю, ну как, вот как им помочь, а что им мешает сейчас, вот как. Ну, то есть я всегда думаю про этих конкретных людей, кто ко мне в клубе приходит, у меня очень четкое прям видение. Вот там Анна, вот Дарья, вот Людмила, вот кто у нас, Виктория, вот Вероника. Ну, то есть я начинаю думать про этих людей. И знаете, как образуется, как связь, как ниточки образуются. Ну, то есть я всегда их держу в поле. К нам приходила выступать моя бывшая студентка. Она сейчас сколько, там около 200 тысяч, 150-200 тысяч она зарабатывает. И она говорила, когда я была с Ириной, конечно, я больше зарабатывала. Ну, то есть это значит находиться в поле наставника. Я сама, когда в поле своих коучей находилась, я тоже по миллиону зарабатывала. Вот с Андреем Парабелломом очень много раз по 600 тысяч зарабатывала, потому что, ну, вот это поле образуется, поле наставника такое. Я не знаю, вот вы насколько знакомы с таким эффектом или нет. И когда у кого-то учишься, то вдруг происходит такой подъем и начинаете зарабатывать больше. Коллеги, еще раз, вот какие выводы, что интересно вы берете? Потому что я понимаю, что, видимо, мало людей и очень маленький отклик. Вопросы задаю, ответа не вижу. И, может быть, какие-то вопросы у вас есть? Именно еще раз, что-то я не осветила по социальным сетям, по контенту. Еще раз, контент – это боли, запросы. Боли, запросы. И 20% про вас, про вашу личную жизнь. Кто вы, что вы, что вы путешествуете, что вы живете, наоборот, в одном месте, с одной семьей, 26 лет замужем. Ну, то есть это тоже ценности клиентов, которые к вам будут записываться. Ко мне часто приходят и говорят, Ирина, мне нужен семейный психолог, который прожил в браке с одним партнером более 20 лет. Я говорю, окей, я знаю таких психологов, и у меня есть контакты, и я прям сразу отправляю этим людям контакты психологов, которые 26 лет в браке. Понимаете? То есть это ценность для клиента, который хочет именно к семейному психологу с таким опытом. Кто-то приходит и говорит, Ирина, у меня ребенок с особенностями развития, я хочу психолога, у которого тоже такой ребенок. У тебя есть такие? Я говорю, да, есть такие. Ирина, хорошо, у меня есть знакомый, у него истероидное расстройство. Ну, не расстройство, хорошо, он истероид, очень ярко выраженный, и я точно его сама не возьму. Ты, скорее всего, тоже не возьмешь. Кому можно направить? Ну, и таких отношений у нас среди коллег очень много. Когда мы перенаправляем друг к другу каких-то клиентов, они ищут какого-то своего психолога, понимаете? Поэтому, конечно, сейчас социальные сети, и все, абсолютно все практически идут в социальные сети перед тем, как вообще кому-то записаться, кому-то дать денег. У меня инвестор был, который просто все посмотрел, не просто все, он еще и мои статьи прочитал перед тем, как нам денег дать для бизнеса. Ну, то есть он говорит, Ирина, я почитала все ваши статьи, я говорю, хорошо, спасибо. В Телеграм зашел, посмотрел все, посмотрел на меня, посмотрел на видео и с удовольствием с нами заключил договор, нам деньги дал. Ну, то есть, коллеги, это весь мир, который построен на социальных сетях, сейчас все равно все люди смотрят и вас проверяют. И если вдруг вас нет нигде в социальных сетях, это выглядит более чем подозрительно. Если вы забросили ваши социальные сети, это опять выглядит более чем подозрительно. Я знаю, что после событий 24 февраля очень многие психологи забросили свои социальные сети. О чем это говорит? Это говорит как раз чаще всего о психологической неустойчивости самого психолога. Не только психологи, очень многие эксперты выпали вообще из жизни. И понятно, что это большая трагедия, которая случилась. И тем не менее, у психолога, я сама ходила к психологу в этот момент, я обучала группу терапевтическую, я ходила к супервизору в этот момент для того, чтобы выйти и работать с этим, работать с этой темой, для того, чтобы транслировать своим студентам что-то. Мне нужно было им что-то говорить. Они все у меня учились в этот момент. У меня занятия идут, я не могу их прекратить, а я в таком разобранном состоянии. Ну, то есть, коллеги, еще раз, ваша задача научиться оставаться каждый день на связи. Ну, насколько возможно. Там по семь дней, раз в полгода у меня ретриты, ретриты, молчание. Я всех предупреждаю и ухожу из социальных сетей. Но обычно я каждый день на связи со своей целевой аудиторией. И как я сказала, это как женщина, которая требует внимания. Вы отвернулись, она от вас тоже отвернется. И если вы говорите, что никто не приходит к вам на бесплатные консультации, это значит, женщина не хочет приходить на свидание с тем мужчиной, который пригласил ее один раз, потом исчез, потом опять пригласил на свидание, потом, может быть, он опять исчезнет. Ну, то есть, когда вы держите эту метафору в голове, то у вас будет очень хорошая мотивация встать и завтра написать пост, и послезавтра написать пост или выпустить какое-то видео. Ну, то есть, держать контакт с вашей аудиторией каждый день. Екатерина, я слышу вас в первый раз, вы вдохновляете посмотреть шире. Да, я таких масштабов человек. Ирина, спасибо за подачу материала, все откликается. Олеся, спасибо. Может ли психолог активно транслировать личную жизнь? Смотрите, все зависит от того, какая у вас ниша, опять же. У меня приходят психологи, например, которые... Я вообще против того, чтобы психолог демонстрировал свои глубокие декольте, как я говорю, или длинные ноги, голые. Потому что мы психологи, потому что у вашей аудитории происходят переносы. Зачем вам это нужно? Зачем вам нужно, чтобы клиенты приходили именно с такой направленностью? Все-таки держите какую-то позицию психолога и образ психолога. На мои посты про то, что психолог не должен оголяться, было огромное количество комментариев. Более 200 под каждым постом. Под одном даже, по-моему, 400 комментариев было. Ну, то есть психологи меня закидали просто томатами. Сказали, ну как это так? Если у меня красивая фигура, красивое тело, почему я не могу похвастаться тем, что у меня здоровое тело и здоровое? Пожалуйста, ради бога, если вы транслируете и занимаетесь как сексолог, и транслируете и занимаетесь сексуальной темой психолог-сексолог, пожалуйста, демонстрируйте все, что угодно. Ну, то есть вообще все, что угодно, оголяйте. И ноги, и писи, и сиси, и все, что угодно. Здесь уже все в вашей фантазии только ограничивается. Если вы работаете с детьми, сами подумайте, насколько к вам придут родители и приведут детей, если вы, соответственно, все это транслируете тоже в социальных сетях. Но если вы работаете с детьми и показываете, что вы со своими детьми куда-то ходите, отдыхаете в детском саду, куда-то на занятия, то есть в таких случаях вы транслируете вашу личную жизнь, потому что вот у вас дети, и вы работаете с детьми. И вы транслируете детей, вы показываете фотографии с детьми. Еще лучше, если вы показываете фотографию с детьми и с мужем хотя бы со спины, если не хотите показывать мужа, ну, прям совсем ярко как-то, ну, хотя бы со спины, что у вас есть муж, например. Если вы занимаетесь как семейный психолог, конечно, у вас однозначность фотографии семьи в любом случае должны быть во всех ваших аккаунтах где-то транслироваться вот эта идея, что у вас есть муж, у вас есть дети и так далее, потому что это укрепляет доверие клиента к вам, повышает лояльность, повышает доверие. Люди больше придут к вам. Если вы работаете как семейный психолог, и у вас нет стажа семейной жизни, большой, так тоже можно, абсолютно нормально, никто не против. У меня есть психолог, который 15 лет работает с детьми, у нее нет детей, к сожалению, нет детей, но она с ними работает все время. У нее всегда есть фотографии в социальных сетях, как она с ними рисует, как она с ними занимается, как она ходит, у нее детский клуб, они все с ней всегда. Ну, то есть она всегда в окружении детей, какое у нее лицо, как она про них пишет. Господи, там столько любви. Она у нас будет в следующий понедельник как раз в клубе тоже выступать, как приглашенный спикер будет рассказывать про то, как с детьми работать, как с родителями работать, самое главное, которые приводят детей. Ну, то есть вот здесь могут быть вот эти несовпадения, что вы работаете с той темой, которой у вас нет, например, но, опять же, я не вижу никакого противоречия. То есть вы сами решаете для себя, насколько вам комфортно, потому что клиенты все равно будут спрашивать. Я, например, не замужем, и меня часто спрашивают клиенты, как вы можете работать с мужской и женской темой, если вы сама не замужем. У меня всегда есть мужчины, и я с новольствием всегда встречаюсь с мужчинами. Ну, то есть я очень много клиентов выдала замуж, я очень много клиентов женила. У меня есть такое большое количество отзывов клиентов, и которые замужем, и которые женаты, и у которых я уже крестная мама. Ну, то есть что мне не нужно быть для этого замужем, понимаете? Но это, опять же, моя личная уверенность, что я помогаю клиентам с этой темой в том числе. И еще раз, вот транслировать активно личную жизнь вы можете в том случае, когда ваша ниша, она совпадает с вашей личной жизнью, ну, и это конгруентно, то есть это соотносится с вашей личной жизнью. Во всех остальных случаях, еще раз, есть 20%, ну, вот, по статистике, которые вы можете там про себя что-то рассказывать. Но, опять же, вы знаете, это все некие ограничения. Я вообще не очень люблю ограничения. Можете экспериментировать. Экспериментировать и рассказывать вообще про себя, там, 50% ленты, рассказывать, где что купили, где что поняли, где что-то делать. Кто знает, может быть, люди к вам придут, и на это в том числе. Я сейчас снимаю видеоистории. И посмотрим, насколько вообще эти видеоистории откликнутся людям. Уже сегодня 57-й, по-моему, день. Сейчас скажу. Вчера был 56-й день. Да, сегодня 57-й день, как я снимаю 100 дней, 100 видеоисторий. Это истории в основном из моей личной жизни и, конечно, из профессиональной жизни. Я их выкладываю в социальные сети, в Телеграм и на Ютуб. Ютуб растет как на дрожжах. Ну, то есть люди, понимая через мои личные истории, что я за человек, кто я, как я, они ко мне приходят, они подписываются, они смотрят вообще, как я эксперт, как я помогаю экспертам, какие видео, опять же, я записываю. Ну, то есть я уверена, что через какое-то время они придут и как клиенты тоже, потому что их что-то зацепит в моих личных историях. Я часто разговариваю с клиентами, вам тоже очень рекомендую, коллеги, спрашивать, откуда вы про нас узнали, откуда вы про меня узнали, а как вы пришли, а почему вы доверились, а что вас привлекло, вот почему именно клуб, почему вы пришли к нам именно в клуб. Ну, то есть у нас прям сборник ответов, вот почему люди выбрали именно наш клуб. И очень часто приходят из социальных сетей, приходят, потому что прочитали мою книгу на Литрессе, например, прочитали, понравилось, пришли, посмотрели, нашли в социальных сетях и пришли. Ну, то есть люди приходят из разных-разных источников, и всё равно они приходят на что-то, что цепляет именно их. А их может зацепить какая-то одна ваша фраза, и вы не знаете, какая это фраза. Я часто рассказываю историю про женщину, которая мне написала через несколько лет, после того, как я опубликовала статью. Статью написала про раковый танец, потому что я занималась танцодвигательной терапией в Лондоне. И я написала статью про то, как женщина станцевала свой раковый танец, тем самым избавившись от рака с помощью танца. Я написала эту статью в Фейсбуке, про неё забыла через 3 года, через 5 лет. Мне пишут женщины, говорит, Ирина, помните, вы писали вот такую статью? У меня сейчас друг болен раком. Могли бы вы мне рассказать что-то про эту женщину? Я хотела отправить ему вот эту статью, какую-то информацию про это, как с помощью танца можно. Я понимаю, что людям... Мы не знаем, что откликается людям. Мы понятия не имеем, какая фраза, что им откликнулось. То есть почему они пришли именно к вам, почему они вас выбрали, мы не знаем. Но я призываю вас ещё раз быть самими собой, быть естественными. Во-первых, это не так много энергии затрагивает, как притворяться. Чтобы притворяться, нужно очень много энергии за это затратить. У меня есть, к сожалению, такие клиенты, которые в Инстаграме совершенно не такие, как они в жизни. Я говорю, зачем? Зачем ты притворяешься? Ты в жизни удивительная, ты в жизни открытая, ты в жизни прекрасная. Зачем ты в Инстаграме делаешь вот эти сторис, ты там на себя не похожа совсем? И она говорит, у меня постоянно нет энергии. У меня нет энергии, Ирина, что делать? Я выдохлась вся и так далее. Ну, потому что на притворяться уходит очень много энергии, понимаете? Поэтому будьте сами собой, такие, какие вы есть, со всеми своими морщинами, со всеми своими годами, которые есть на вашем лице, зубами, носом, там, не знаю, волосами. Ну, вот будьте естественными, это к вам привлекает. И даже ваши недостатки привлекают. Поверьте, люди устали видеть вот эти выхолощенные, как это, с фонами, с вот этими эффектами. Эффекты, как они называются? Да, вот эти лица красивые, вот эти со стрелками глаза. Там, сзади какой-то супер нарисованный фон. И я иногда смотрю на какие-то свои, знаете, такие полуприкрытые глаза, там, у меня на фотографиях. Я их публикую, они собирают больше всего, кстати, лайков, потому что они смешные очень. Ну, потому что все люди любят, ну, естественную красоту и некрасоту в том числе. Они же приходят не за красотой, они приходят за душевностью, за открытостью, за желанием помочь, за желанием как раз роста, который вы им даете. И, ну, вот за этим приходят люди. Наверное, вот на этом я хочу закончить. Коллеги, если есть еще какие-то вопросы, задавайте. Еще раз вас приглашаю всех в клуб. У нас клуб про психологию, про движение. Там более 30 записанных курсов за последние три года на вообще просто потрясающее количество тем. В основном это, конечно, темы, которые касаются продвижения. Но у нас есть техники, как работать с клиентами, потому что спасибо за эфир. Ольга, те, кому интересен клуб, напишите, пожалуйста, мне. Я вам пришлю какой-нибудь хороший полезный подарок, обязательно какой-нибудь чек-лист. Давайте чек-лист со ста денежными установками, которые можно у себя и у клиента проработать. Пришлю сегодня. Напишите мне, хочу подарок, хочу ссылку на клуб. Я вам пришлю, посмотрите описание клуба, подарок получите. И напишите какие-то три вывода после сегодняшнего эфира, с чем уходить. Самое главное, потому что, еще раз, нет смысла просто послушать и уйти. Есть смысл что-то взять для себя полезное, что-то воплотить в жизнь. Вот три вывода, с чем уходите, что возьмете полезного, что внедрите. И до завтра. Завтра в три часа в этом же месте, в этом же чате, как продавать, не продавая. Чтобы клиенты выстраивались в очередь. Постараюсь подготовить презентацию, чтобы все было очень структурировано. Люблю, когда структурировано, когда презентация, когда все понятно. Все, спасибо всем большое. Всем ромашек, хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.